Девушки отдыхают 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 Уважаемые зрители, слушатели Слушатели, зрителей пока нет Мы вдвоем в студии Поэтому трансляции у нас нет Мы вдвоем в студии с Дарьей Экспертов всех по телефону подключаем Мы сейчас все с вами зрители Какой-то неприятной Историей зрителей Мы все с вами в одной лоб Да, Руслан, что будет вообще Со сферой, что будет с индустрией Вообще в такие времена Мне кажется, люди Прижимаются, мы в первом часе говорили О том, что все будет дорожать так или иначе И сфера развлечений Это то, на что люди выделяют деньги Наверное, по остаточному принципу Если хватило, то пойду Если нет, то не пойду Так ли это? Спасибо, что вы меня пригласили Я постараюсь вам на сегодняшний день Констатировать те факты, которые я сам наблюдаю Потому что я нахожусь в эпицентре индустрии И опираясь, скажем так, на опыт В том числе и двухгодичной давности Я помню, что именно такой же звонок Мне был из вашей редакции Когда началась пандемия И, собственно говоря, все, что я сказал Все произошло так Вот, поэтому сейчас мой прогноз следующий Прошу это не принимать за сценарий А просто вот как я это вижу Первое, начну с парадокса Вы знаете, весна и солнце И первый день весны, марта С чем я вас поздравляю, девочки Понимаете, делает с людьми свое дело Люди берут билеты на концерты Это факт Сегодня мы мониторили продажи Люди берут билеты на концерты в Киеве На спектакли, на концерты Покупают Не знаю, с чем это связано То ли с тем, что действительно Ковид вообще как бы отменили В результате всего этого То ли то, что людям надоело бояться То ли люди еще сегодня не привыкли К этой ситуации Не почувствовали на себе Скажем так, вот этот прессинг Первоочередных затрат Семейных и распределения бюджета Или понимают как раз, что в ближайшее время Возможно и не получится сходить куда-то Хочет желание создать какую-то картину нормальности Нормально, нормально, нормально Я не знаю, потому что на сегодняшний день Мир полон парадоксов, понимаете Мы можем говорить одно, вроде бы люди должны замереть И так далее Но вот я по себе чувствую Потому что я спешу за событиями Значит, я чувствую, как у меня Очень волнообразно Меняется настроение И меняется ощущение И понимание того, что происходит Но в одном и том же коридоре Но амплитуда достаточно высокая В какой-то момент мне кажется, что Все очень серьезно, плохо и трагично В другой момент, опираясь на какие-то знания На геополитические знания На обществоведческие, на исторические Я понимаю, что, вы знаете, все равно Все вернется на другие париа Я вам так хочу сказать, что В результате этих событий Если они закончатся так, как планирует Значит, наше руководство и наша страна То ситуация поменяется кардинально В мире и по отношению к нам Я вас убеждаю в этом и уверяю Но от этого ничего, как бы, лучше не станет Все равно это грустно все Но на публике, вот пока на сегодняшний день Это не отражается Конечно, есть гастроли и концерты У которых билеты примерно по 5 тысяч или по 6 Есть такие В частности, Зиверт объявили В частности, группа Любек Которая мы имеем отношение Конечно, эти билеты, как правило Они, ну, скажем так Остаются до последнего И берут их только люди состоятельные Те, для кого, условно говоря Какие-то потрясения Или курс доллара не так влияют Они себе позволяют выходить в рестораны Пары позволяют все равно Оставляют возможность культурного какого-то общения Вот это, конечно, они Эти люди, ну, становятся беднее Но не настолько, чтобы отказать себе Вот этих маленьких радостей И мы мониторили вот недавно Последние концерты И по соцсетям И по, значит, отзывам Знаете, так или иначе Публика ходит Она ходит, конечно, меньше Потому что за два года И сама по секракультуре И привычка выхода Она немножко купировалась Потому что, ну, как бы Теперь же привыкли без этого жить Все пошли в онлайн, да? То есть вот Ковид нас приучил к тому Что очень много развлечений Есть в онлайне Безусловно Но сейчас я вам так хочу сказать Что если от ковида устали То сегодняшняя геополитическая повестка Конечно, занимает у людей Очень много времени И им попросту Ну, не хватает, скажем так Эмоциональной ячейки Для того, чтобы ее заполнить И они не всегда вспоминают Что нужно там Пойти на концерт Или купить билет В этом смысле у нас реклама И прочие-прочие дела работают И вот в тот момент Когда им попадается Вот эта мотивационная реклама То есть они когда смотрят И наблюдают Когда в потоке этой информации Они об этом как бы Даже не вспоминают А потом, когда это происходит Человек как будто бы Чуть-чуть просыпается Знаете, и думает Слушай, но Ну не все же жить в этом негативе Понимаете? Праздники никто не отменял Седьмое-восьмое марта Никто не отменял И вот у нас седьмого марта Как раз состоится концерт Синяя птица Это просто коллектив Традиционный Такой старинный Добрый Он всегда к нам приезжал Совсем недавно У нас прошел концерт Голубый перетер Конечно Ансамбль ВДВ России И его концерт Он имел такой Папос немножко гражданский Я бы так сказал Да? Мы постарались Фактически это не окрашивать Но так или иначе Народ собрался И концерт был очень душевный Очень теплый И вы знаете, что я хочу вам сказать? Вот эффект Все-таки От выхода Если люди себе Смогут позволить Выкроить деньги Это уже, к сожалению Вот вопрос Действительно экономический Следующих двух-трех недель Может быть месяц Давайте посмотрим В какой мы будем жить В реальности Вот если они себе Готовы немного Выкроить денег Я вам скажу честно Девочки При выходе С концерта Люди Вот знаете Как будто их Как будто они прошли Какой-то сеанс терапии Они на два часа Забыли вот об этом Обо всем фоне Они вышли Вот приободренные Глаза горели Они жали нам руки Говорили спасибо И вы знаете, что я вспомнил? Я вспомнил даже Самые сложные времена Когда В 1941-1945 год Практически Нигде Жизнь творческая И культурная Не замирала Правда? И насколько это было важно Руслана Смотрит Пока Все под контролем Пропадать Вы почему-то Со связью У нас небольшие проблемы Руслан Если вы перемещаетесь Где-то в пространстве Замрите где-нибудь В какой-нибудь точке Где более-менее Хорошая связь Смотрите Я тягу в ровший В стул В детском парке А, понятно Там ветер Рекламу, Руслан Вы упомянули К слову о рекламе Возникли ли уже Возникали ли Возможно Какие-то проблемы В плане рекламы В социальных сетях Фейсбук Инстаграм Достаточно медленно работают Пишут люди Что есть проблемы С рекламными кабинетами Как у вас с этим? Да, конечно Но поскольку Наша публика Все-таки Возраст и имеет такого У нас получилось так Что мы сегментом Занимаемся Там 40 плюс Это не такие активные пользователи Будем так говорить Разве что только Посмотреть Почитать Где-то что-то В основном Мы используем Такие классические Меры рекламы Но вообще Конечно Я вам хочу сказать Все, что рассчитано Сегодня на Интерактивные Каналы рекламы Конечно Сегодня подвисают Это очень сложно Очень сложно Я пока не представляю То есть VPN Не всех спасает Не все его Росстанавливают Некоторую рекламу Вообще Не принимают Каналы Это конечно Большая сложность Но надеемся Что эти перегрузки Будут временными Еще Такой момент Чуть глубже Понятно Что В пандемию Были какие-то Одни проблемы Сейчас Какие-то другие Я не знаю Сейчас я знаю Многие там Автоконцерны Заявили О прекращении Всех Бизнес-связей С Российской Федерацией Я не знаю Как обстоят дела Там с оборудованием С музыкальным оборудованием С световым оборудованием Могут ли здесь Возникнуть Какие-то проблемы Там с поставками С покупками С возросшими ценами Мне кажется Что это такая Отложенная история Конечно Вот это очень правильно Это вообще Экспертный вопрос Наша индустрия Сегодня Как любая Уже современная Так сказать Форма Так сказать Она обладает Уже такими Скажем Как мы это называем Вау приемами Должны быть экраны Должен быть цвет Звук Сегодня публика Уже искушенная А значит Техническое оснащение Концертов Кардинально Отличается даже От тех Которые были 10-15 лет назад Сегодня Вот этой части Технической Уделяется Очень большое Значение Со стороны исполнителей И со стороны Привередливой В хорошем смысле Безусловно Я общаюсь С прокатчиками Я нахожусь Даже в чатах Прокатчика Слушайте Ну это индустрия Я вам скажу честно Как и туристическая Опять сегодня Находится Под просто Невероятным ударом Понимаете Это всегда Лизинг Это всегда Заказ Это поставки Это доставки Это проплаты Которые остановились Понимаете Даже проплаты Где-то потеряли Люди Сделали проплаты Они не дошли До Значит Поставщиков И где-то они В какой-то системе Где-то зависли Да Вернутся они обратно Не вернутся Может быть На них будут наложены Какие-то санкции На эти деньги Которые непонятны где А может быть Я вам честно хочу сказать Не надо идеализировать Европу И вообще Все вот эти каналы Поставок Может быть В какой-то момент Эти деньги Могут списать На известное всем событие Мы конечно Очень страдаем И переживаем За наших коллег Которые обеспечивают нам Свет и звуки И зрителям Тоже качественно Но те Кто успел Запастись каким-то парком Аппаратуры Они сегодня Конечно Безусловно Как бы перекрестились Да И на этом работают Другой вопрос Что амортизация Постоянно идет А из-за рубежа Или где-то Если не налажены Каналы Значит Изготовление Каких-то Компонентов В России Это на сегодняшний день Как и в автопроме Это просто Сложная Ну позиция На несколько месяцев Может на полгода Ну пока Это все не растасется Как говорят Я им просто Очень сильно Сочувствую Коллеги Вот последняя новость Буквально из сферы культуры 13 минут назад Валерий Гергиев Уволен С поста Главного дирижера Мюнхенского Филармонического оркестра Из-за текстных связок С Владимиром Путиным Ну это Не первое Сообщение Уже Да Тут просто имя Человека Конечно Достаточно Известно И мы видим Это Это в общем-то Было Наверное Предсказуемо В чем-то Потому что И вчера И позавчера Поступали сообщения Об увольнении Об отчислении студентов И О тех людях Которые например Грантовые какие-то проекты Делали совместно Ну вот такие Последствия Которые Отчасти К сожалению По моим каналам Пришли Пришла информация О том Что и в Кирове У нас Сегодня в филармонии Прошла встреча Значит Коллектива С Заместителем Председателя Правительства Андреем Мауи Вот Те он провел Достаточно эмоционально И Неоднозначно Как они говорят Встречу с коллективами Были представлены Новые Креатуры Я думаю Что в ближайшее время Это будет официально Отключено Поэтому Большего я К сожалению Сказать не могу Потому что Это инсайдерская информация Но она Не закрытая Она не тайная Не кулуарная Какая-то Простите Руслан Вы говорите о том Что сменился руководитель Филармонии Если я верно понимаю Нет я этого не говорю Я говорю о том Что были Там есть еще другие Как бы А понятно Статные единицы И прочие дела То есть туда заводятся Некие креатуры И только жизнь И дальше И события Покажут Насколько это все Насколько первые шаги Будем так говорить Нашего нового Профильного зама Насколько они будут верными Я думаю Я думаю В ближайшее время Мы все это узнаем Да Возвращаясь К ситуации Все таки В сфере Вот в этой индустрии Я говорила И про спорт И про спортивные соревнования На которые спортсмены Ездили В которых участвовали И мы за них болели Если мы про спорт Говорим Да Или мы ходили На концерты Каких-то звезд Ощущение Пока что Вообще все Схлопнулось И мы Ну я имею ввиду Жителей Да Стороны Лишены будем Возможности Здесь Кого-то Вообще видеть Ну на какое-то Неопределенное Пока время Не будет ли ощущения У людей Что они как-то Выключены Вообще Из мировой повестки Потому что Я вот Времена Советского Союза Не очень застала Но я все равно помню Какие просто Были эмоции Когда первые Вот эти вот Известные рок-группы Например В Москве Приезжали выступать И прочее То есть Ну вот Как-то люди были отрезаны И вдруг это все появилось И это было всегда В нашей жизни А сейчас это все исчезло Ну Хочется верить Во-первых Что это исчезло Не навсегда Раз Второе Тогда мы Собственно говоря И не были Никуда активно Интегрированы У нас не было Общей мировой повестки Страна была Термин какой-то Хоть я и финолог Но я его просто Прочел очень бегло Не автократическое Как-то вот я где-то У аналитика Прочитал Что наша страна Должна трениться К авто Авто чего-то Ну грубо говоря К автономии Да Вот Поэтому мы как-то Сами варились Собственной каши И вот А сейчас конечно Мы были включены В мировую повестку И на сегодняшний день У людей эмоциональный шок Я вам не скрою У меня шок Психологически Это очень тяжело Я вас уверяю То есть ощущение такое Что как бы Против нас весь мир Это факт Что мы изгои Что мы люди Второго сорта Понимаете Но это и есть Та цель Которую Сегодня пытаются Достичь Мировое сообщество И оно ее достигает Потому что человек И коллективный разум И коллективные оценки Они конечно Очень эмоциональные Очень импульсивные Но вы знаете Шок проходит Люди берут себя В руки Есть еще раз говорю Политики Геополитики Есть дипломатические приемы Есть истории Примеры истории Есть спиральные Значит Какие-то моменты Поэтому я предлагаю Просто сегодня Собраться с духом А дух русского человека Всегда сильный И всегда Особенно в нужный момент Он должен мобилизоваться Поверьте Ничего такого Вот сейчас глобального Не происходит Чтобы оно потом Не изменивать Да это все неприятно Да действительно Но практически Сегодня спорт Прекратил Быть тем Что мы привыкли Говорить о спорт И мир Правда да Спорт стал Политической Так сказать Бубинкой Швейцария С 1850 Руслан Мы очень далеко Уже уходим Просто Согласен Да Поэтому не беспокойтесь Давайте пока Сохранять оптимизм И все что вы Спросили у меня На сегодняшний день Я констатирую Пока на сегодняшний день Ситуацию Нет паники Люди берут билеты Приходят на концерты Как долго это будет Попродолжаться Я не знаю Давайте за этим Спасибо большое Спасибо Спасибо Руслан Мамедов Культурный и общественный Деятель с нами Был на связи С парком Аполло Где сейчас Продолжается работа Я напомню Что Руслан Дмитрий Русский Курирует Парк Аполло Детский парк Если кстати Хотите Руки приложить И сделать что-то хорошее То присоединяйтесь Я думаю Что Руслана Всегда можно найти В социальных сетях Просто По поводу Спорта Мне хотелось бы Добавить Понятно Что Ну у многих Это вызывает Некие там Улыбки Проблемы Фигня какая-то Ну да Фигня какая-то Но при этом Нужно понимать Что спортсмены Это наши же сограждане Такие же люди Которые Ну это как история С олимпиадой Когда говорили нам О том Что раз нас там Так давят Давайте мы отменим Как бы вообще Не будем туда ездить Но надо же понимать Что Всю жизнь положили На это Положили на то Чтобы добиться Каких-то спортивных результатов И То что происходит Сейчас Это конечно Печально Потому что За каждой Такой Вот Историей Казалось бы Не касающейся тебя Лежит чья-то жизнь Чья-то Надежда Чаяние Да К сожалению К сожалению Это так Но пока вот Наблюдаем все эти новости Александр Рылов С нами на связи Совладелец Коммерческий директор Сети Зоомагазинов Зо 43 Александр Здравствуйте Да Добрый день Да Добрый день Саш Мы Взяли Зоомагазины Тоже Как сегмент Почему Потому что Отчасти Как я понимаю Какое-то Какое-то Количество Позиций Ваших Это вот История Завязана На импорт Это раз И потом Насколько я вижу Владельцев Животных Это История Так Ты не бросишь Его Своего Питомца Ты все равно Будешь Стараться Что-то Для него Делать Что у вас Сейчас С Не знаю С кормами Там еще С какими-то Сегментами Которыми Вы занимаетесь Если спрос Повышенный Какой-то Ажиотажный Волнуются Ли люди Приходится Ли вам Цены Повышать Ну Давайте Наверное Так Вот Если совсем Коротко Я так Чтобы не рассылаться Сформулирую Что нас ждет В ближайшее время С точки зрения Зоу рынка А потом Ну Сколько Хватит Времени Давайте Поговорить Ну Номер Один Это Повышение Цен Естественно Причем В первую Очередь На Импортный Товар И Сейчас Уже То есть Прошлая Неделя Наши поставщики Просто Заморозили С нами Разговоры А Собственно Начиная Со вчерашнего дня Пошли Уведомления Поднятия цен На Те или иные Корма Второе Соответственно Есть Фактор Ну О нем тоже Действительно Будет Ребят Короче Чуть позднее Скорее всего Конкретно 25 марта Импортные Корма В нашей Стране Закончатся Так скажем Ну Это дата Которая Не зависит От текущих Мировых Событий Она была Определена Раньше Вот И мы собственно Ждали Как очередного Витка Но вот Сейчас Можно Прогнозировать Что В зоне Риска Окажутся Все Корма Иностранного Происхождения А почему Александр Почему Что это за Дата Такая 25 марта Смотрите Вот Для большинства Наверное Эта информация Прошла Незамеченной Последние Два года Вот для нас В нашей работе Они прошли Под эгидой Запрета Воза Иностранных Кормов В Россию Причем Запрета Целыми Странами Вот Инициатива Беларусь Росфотнадзора И на данный Более 30 стран Запрещены То есть Их мясосодержащая Продукция Квозу В Россию А у остальных Есть вот Некая отсрочка До 25 марта На то Чтобы привести Все свои товары В соответствии С требованиями Росфельхозного А за это время Появилась какая-то Альтернатива На отечественном рынке Да сейчас договорит Сентр Да 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 И вот как раз Третий пункт Который я хотел сказать О том что На самом деле Сейчас на отечественном рынке Уже последние два года Очень активно идет И строительство Заводов И выпуск Российских кормов И сейчас Это такой Очень быстро Растущий сегмент По сути Ну то есть Их там В каждой неделе Становится все больше и больше Пока к сожалению Вот не все новые Заводы запущены Да и пока там К сожалению Нужно констатировать Что большинство Отечественных кормов Они практически Одинаковы по составу И отличаются Только этикеткой Потому что Производят Два Технологические линии Производится Корма Просто разных Российских брендов Но В большинстве Своем В большинстве Подчеркну Они Ну ничем друг от друга Не отличаются В смысле И импортные Импортные и отечественные Ничем не отличаются Или отечественные Между собой Отечественные Потому что Они производятся В основном Всего на двух Заводах И По сути Вот эта Технологическая Цепочка Она такая очень схожи. Но, вот повторюсь, большинство, но не все, и за последние два года как раз очень большие вложения в отрасль именно производства российских кормов произошли. То есть выстроены прям новые заводы, и вот эти новые заводы, и новые технологические линии, они уже подразумевают выпуск кормов совершенно другого класса, то есть вот кормов класса холистики, и на самом деле мы их очень ждем. То есть эти корма уже появляются на рынке, они уже есть. Ну, так, очень если кратенько, да, то есть есть корма бюджетная, ну вот Есть дешевые, есть дорогие. Да, но вот ЗОО это премиум, супер премиум класс холистик, он считается самым высоким. До последнего времени, до недавнего времени холистик, корма, они были все привозны. Но сейчас есть уже и российские, и я думаю, что в ближайшие год-два их просто станет значительно больше после запуска всех этих заводов. И повторюсь, видите, в нашей индустрии это произошло благодаря как раз действиям сельхознадзора, которые начались там три года назад. То есть получается, что вы были готовы к тому, что случилось? Так получилось, что вы были готовы? Ну, и мы, и индустрия, да, мы прогнозировали чуть большие сроки, но я думаю, что сейчас это произойдет гораздо быстрее, переход. Да, Александр, а... Если, да, вот это случится, то, конечно, это произойдет быстрее. А качество сопоставить, если российских кормов и импортных кормов, насколько сильно отличается? Импортные лучше или наши лучше? Одного и ценовой категории, скажем так. И цена, кстати говоря, да. Вот, знаете, тут, наверное, можно сравнить с высокотехнологичными отраслями, потому что, во-первых, как разумевается, что оборудование будет, ну, прям современное-современное, плюс очень большой вопрос, связан с рецептурой, которой у нас в стране, ну, по сути, не занимались. Вот. Но, повторюсь, в последние годы очень много специалистов было привлечено, и мы прогнозируем, что там буквально, наверное, в ближайший год, ну, появится корма уже прям достойного качества. Давайте я вот еще немножко поясню, в чем заключается, видите, наша работа как специализированных зоомагазинов. То есть наше отличие как раз заключается в том, что мы подбираем корма, то есть не из того, как выглядит этикетка, да, либо кто производитель, раскрученный или нет, а мы очень плотно разбираемся с составом корма и, в принципе, идем именно от качества. И вот если 10 лет назад, у нас, кстати, как раз 10 лет компаний. Да, поздравляю, да. 10 лет назад мы вышли, да, спасибо. Мы вышли на рынок как раз с кормами в первую очередь импортными, да, потому что, ну, не было такого качества в нашем рынке, и мы там на собственном опыте, на своих животных просто разобрались, что можно привезти корм очень качественный, допустим, в то время канадский, да, и он по цене будет сопоставим с тем, что было на рынке. Вот сейчас, последние два года, мы как раз занимаемся тем, что вот Канаду ее закрыли в первую очередь, мы последние два года, по сути, занимаемся тем, что мы ищем, сами ищем корма по качеству достойное, которое мы можем предложить нашим клиентам, и осуществляем вот этот переход с того корма, на котором клиенты были, на новый. И получается, для нас-то эта работа, она вот такая непрекращаемая последние два года, и, судя по всему, в ближайшее время только все станет жарче. То есть вот там последний год мы в основном переходили на итальянские корма, пока у нас в Италии все было хорошо и в отношениях, и с точки зрения качества кормов, которые мы поставляли. Но, повторюсь, вот второй тренд последних двух лет, это был переход на российские корма, и вот так скажем, вот в бюджетной сфере, и в середничке, а сейчас очень хорошие есть российские корма, и очень хороший отзыв у нас по клиентам, мы на них переводим, и все более-менее. Поэтому для нас, наверное, в текущих реалиях перспективы все-таки недостаточно оптимистичные, что российская индустрия, она просто закроет эту нишу. Понятно, что вот сам вопрос с переходом очень болезненный для владельцев, как правило. Психологически, да? И психологически есть такое негласное правило, если с кормом все в порядке, и с животным на нем все в порядке, но отлично выглядит, и шерсть, и все-все-все, все лучше не дергаться, потому что все эти переходы, они, ну, вот, как бы, они чреваты, и подобрать корм достаточно сложно. Но вот мы, со своей стороны, видим как раз в этом свою работу, то есть у нас это там получается делать, и последний, особенно 2021 год, мы только этим и занимались. То есть мы находили на рынке новая корма, и российские, и зарубежные. То есть сейчас уже точно был такой тренд. Ну вот посмотрим, видимо, все придет к тому, что останутся российские, но мы вот свою работу не остановим, то есть мы будем искать максимальное качество по составу. Чтобы животные не пострадали. Александр, прошу прощения. Да, мы их ориентируем на своих животных, которых много. Мы сейчас на рекламу автоматом буквально уйдем. Александр Рылов, совладелец коммерческий директор сети магазинов ЗОО-43, уходим на рекламу. Дневной разворот продолжаем. Дарья Топузлева, Анна Лапшина, пытаемся разобраться в экономических последствиях происходящего на Украине. Пока не очень понятно, да, какими они будут. Понятно уже, что будет тяжело. Видим мы уже отзывы там из разных совершенно сфер о том, что, конечно, надо будет перестраивать полностью кому-то работу, кому-то взаимоотношения с поставщиками. Всем нам, вероятно, надо готовиться к повышению цен. Так или иначе, одновременно мы, конечно, видим отзывы от властей российских о том, что будут оказывать поддержку там и банкам, и финансовому сектору, и промышленным предприятиям, и ипотеке, и отрасли строительства. Вот. Но понятно, что ситуация сложная. Конечно, есть паника, конечно, есть ажиотаж. Михаил Куликов, наш коллега, к нам присоединяется. Я знаю, что Михаил, по-моему, в пятницу был в Леруа-Мерлен и наблюдал, собственно, вот как та политическая обстановка, которая сейчас сказывается на потребительском поведении. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, я с точки зрения обычного обывателя поделюсь своими впечатлениями. На самом деле, в одном из крупных строительных магазинов в пятницу я был. Я приезжал достаточно мелко, у меня была покупка, чувствовался немножечко некомфортно. Почему? Скажу, что было много достаточно людей, совершающих эмоциональные покупки, наполненные тележки, люди все выносили, причем бытовую технику. Не скажу, что была паника или как это характеризовать, даже не знаю, но вот единичные случаи таких вот полных тележек, эмоциональных людей. Но за товар люди, по крайней мере, не сражались? Не было такого, что друг у друга отбирали? За товар люди не сражались, но было видно, что очень многие покупают строительные материалы впрок, наверняка идут ремонт, ведут свой ремонт. Я сам из таких людей, кто... Либо готовятся. ...на сегодняшний момент, да, и я принял, наверное, единственное адекватное решение и призываю многих поступить точно так же, я ремонт приостановил, потому что ситуация непонятная, но ни в коем случае я думаю, что нам не стоит паниковать, потому что все это мы уже проходили и в недалеком прошлом цены на стройматериалы росли достаточно быстрыми темпами, но мы видим, что жизнь не остановилась и каждый, кто занимается ремонтом, нашли способы, нашли какие-то альтернативы, более выгодные цены и все-таки продолжают эту деятельность, поэтому призываю все-таки к спокойствию, другой пример предлагаю обсудить, это продукты, опять же, с точки зрения обывателя, я вчера вечером съездил в один из крупных продуктовых магазинов, потому что, честно скажу, у меня были мысли купить основные продукты впрок, но я... Мешок гречки, мешок сахара, поставить это все на балконе? Мешок гречки, мешок сахара, да, но я этого не сделал, потому что абсолютно адекватные цены на сегодняшний день, я понимаю, что они будут расти, но все-таки, наверное, не тот повод, не тот момент времени, когда нужно паниковать и все смотать с полок. Нет, люди в продуктовом магазине абсолютно адекватны, никакого ажиотажа, никаких выносов, там, тележек, грузовиков не происходило. Цены совершенно такие же, как были, там, месяц, полтора-два назад, поэтому... Я, на самом деле... Все-таки, да. Коллеги, не совсем понимаю, вот, принцип покупки продуктов впрок, потому что ты же их на пять лет вперед не закупишь, чтобы как-то уравновесить свой кошелек. Я просто... Но, тем не менее, это осталось где-то в памяти, что лучше закупиться впрок, поэтому я рассматривал такой вариант. Кризиса восьмого-девятого годов в Москве, могу сказать, почему люди покупали продукты впрок, потому что тогда весь сектор белых воротничков, финансовые работники, инвестиционные компании, очень многие оставались без работы тогда, когда вот был кризис восьмого-девятого годов, и народ реально покупал продукты, чтобы было что есть. То есть, если вдруг я останусь без работы и без денег, чтобы у меня дома был запас, которого мне хватит питаться до момента поиска новой работы и первой зарплаты. Мне кажется, что это с этим больше, наверное, связано. Не знаю, может быть, я ошибаюсь. Ну и понятно, конечно, если мы говорим о стройматериалах, о крупных покупках, это связано с ожиданиями того, что все подорожает. И в ситуации, когда и так не очень понятно, что там будет с работой, например, еще что-то, никто не хочет переплачивать там 2, 3, 5 тысяч и прочее. Все хотят сэкономить, если есть свободные деньги, конечно, люди идут и делают это. Спасибо большое, Михаил Куликов. Наш коллега с нами был на связи. Михаила мы отпускаем. Еще попробуем связаться с Дмитрием Кочевым. Это индустрия красоты. Это тоже та сфера, которая зависит от импорта, потому что и какие-то маски, краски, шампунь, инструменты, да, если мы говорим про парикмахеров, если мы говорим про маникюр, те же самые лаки, гели, не знаю, оборудование, которое используют в своей работе сотрудники, они тоже подорожают. Я не знаю, подорожали ли они уже, потому что это тот сегмент, наверное, который не так сильно подвержен ажиотажному росту цены, как бытовая техника, обычная, массового сегмента. Но тем не менее, возможно, уже подорожало, возможно... Но тут, видишь, еще печаль в том, что, условно говоря, микроволновку ты можешь купить, и она тебе больше покупать, тебе ее не нужно, а стричься ты все равно будешь. А стричься ты будешь все равно. А вот вопрос, будешь ты стричься раз в месяц, раз в три месяца или раз в полгода? Вот это вопрос. Дмитрий Кочев с нами на связи, официальный представитель Ассоциации предпринимателей индустрии красоты в Кирове и генеральный директор компании Steelmark, это сеть парикмахерских прятки в порядке. Дмитрий, здравствуйте. Да, добрый день, коллеги, добрый день, аудиослушатели. Дмитрий, так уж, я не знаю, за два года повелось, вы наш кризисный спикер, вот время очередного кризиса настало, как вы там? Нет, ну вообще, на самом деле, вы готовитесь к тому, что к вам люди будут меньше ходить теперь, если вдруг ситуация экономическая начнет неблагоприятно развиваться? Ну, давайте последовательно обсудим, то есть, во-первых, кризис сам по себе уже наступил, и вопрос, как бы, когда мы его почувствуем, это просто вопрос времени, то есть, тут можно, как бы, в оценках подискутировать. Это потому, что уже все, как бы, случилось, основные моменты, и все решения отменены. Это первое. Второе, мы начали этот кризис чувствовать, потому что со вчерашнего дня и вот сегодня продолжилось, то есть, мы по факту получили примерно от 80% наших поставщиков уведомления о том, что все договорные условия, которые у нас были там по отсрочкам платежа, например, и так далее, то есть, какие-то льготные условия, они отменяются, то есть, у нас отгрузки теперь будут только по предоплате, и плюс идет, в том числе, и повышение цен у некоторых поставщиков. То есть, это вот происходит прямо сейчас. Естественно, мы понимаем, что со стороны поставщиков пойдет увеличение цен, с какими-то поставщиками, возможно, мы столкнемся с дефицитом товара, вот, и это как бы первый итог, который уже начинается. С точки зрения услуг, мы сейчас прорабатываем различные варианты, но, на мой взгляд, очевидно, что люди начнут тихонечко прижиматься, и доля услуг, которые, ну, так называемые услуги высокого среднего человека, они, конечно, их станет меньше существенно, потому что подстригаться, да, как вот вы начали говорить, то есть, подстригаться, вероятно, будут. Вопрос просто, сколько? То есть, кто-то, может быть, подстригался там раз в две недели, кто-то раз в месяц, они просто там, тот, кто подстригался чаще, станет подстригаться реже, тот, кто красил волосы там, допустим, раз в два месяца, скажет, я вот буду красить там, допустим, раз в три месяца, и так далее. Или вообще на краску домашнюю перейдет, да? В том числе, да, то есть, кто-то будет уходить к нелегальным парикмахерам, там, маникюристам, тогда эта проблематика не только нашего города, она открытая, и поэтому эта тенденция очевидна, и здесь это вопрос времени, то есть, я опять-таки же говорю, что мы в моменте, нам сейчас сложно оценить, вот прям сегодня, пока мы видим только реакцию от поставщиков, дальше нужно, чтобы прошло неделька, две или месяц, мы сможем какие-то более внятные цифры сказать. Вот такая ситуация. Вот потребители. Дмитрий, готовы ли вы повышать будете цены в ситуации, если будет, она неблагоприятно развиваться, прям вот очень неблагоприятно, учитывая, что ваша затратка растет? Мы здесь всегда, в первую очередь, клиенты ориентированы, и стараемся, конечно, сдерживать цены, потому что мы сами живем в Кирове, ходим в магазины, и все прекрасно видим, поэтому держим, конечно, цены максимально, но здесь вот у нас уже финансовая модель, она находится по факту на грани рентабельности, и поэтому мы, конечно, цены держим, но если поставщики начнут поднимать, и мы понимаем, что все уже уходим в операционный минус, не фактически, а операционный, я думаю, что наши слушатели знают, что такое операционная модель, вот, поэтому, конечно, мы будем повышать тут, какого варианта нет, но будем, как и обычно, предлагать какие-то акции, искать какие-то еще решения. Здесь очень важно будет смотреть, какая будет позиция у правительства, причем как федеральная позиция, так и местная, потому что... Будут ли поддерживать вы про это, да? Да, да, я как руководитель Ассоциации предпринимателей индустрии и красоты, то есть вчера получил список мер поддержки, сегодня они уходят в федеральное правительство, и также завтра мы будем отправлять целый список мер поддержки, которые мы видим и считаем для нашей отрасли важным, а также для всех других отраслей. Дмитрий, буквально минутка остается, в двух словах можете озвучить эти меры? Там более 50 мер поддержки на выбор, то есть различные, они касаются банковской сферы, они касаются налоговой сферы, они касаются в принципе трудового законодательства, то есть там различные, то есть ключевое, что сейчас нужно сделать, на мой взгляд, это первое, снизить налогообложение и ввести мораторий на различные проверки, чтобы людей не кошмарили. Второе, ну, нужно ввести льготное кредитование, простить кредит ФОД 3.0, который там люди брали, которым нужно ввести ФОД 4.0, и третий пункт, обеспечить, кроме льготного кредитования, которое может быть прощено, просто возможность без залогового кредитования, то есть чтобы люди могли взять деньги на длительный срок под маленький процент. И не оставляли какое-то, не надо было, да, в залог что-то оставлять. Спасибо, Дмитрий, спасибо. Время у нас заканчивается, к сожалению, Дмитрий Кочев, официальный представитель Ассоциации предпринимателей индустрии красоты в Кирове, гендиректор компании Steel Market, мы дневной разворот на этом завершаем.